Больше 20 лет Сергей Ванечкин наблюдает за погодой в сельском поселении Авангард, что в юго-восточной части Самарской области. Начинал с должности техника-агрометеоролога и изучал развитие различных культур. Затем стал начальником станции. Признается, что эта профессия имеет свою приятную специфику. По душе романтик, романтик. Люблю смотреть в небо, в облака. Поэтому как-то притянуло к этой профессии. Понравилось, попробовал, остался. Работаю, пока здоровье позволяет. Сегодня Сергея за его труд наградили почетной грамотой на торжестве в честь 90-летия Приволжского УГМС. Награду вручал губернатор Дмитрий Азаров, который поздравил с юбилеем коллектив управления и поблагодарил за совместную работу и точные прогнозы. Я хочу пожелать вам крепкого-крепкого здоровья. Здоровья вам, вашим родным и близким. Хочу пожелать вам ясного неба над головой. И надеюсь, тут наши прогнозы будут совпадать. И, конечно, хочу пожелать мира и добра вашим домам. Спасибо вам за совместную работу. С юбилейницей. В зале были представители других регионов, чьи подразделения входят в состав Приволжского УГМС. Это Пензенская, Саратовская, Оренбургская и Ульяновская области. Поздравить коллег приехал и руководитель Росгидромета Игорь Шумаков. Меняются технологии, меняются оборудования, стандарты, меняются наблюдения, научные концепции. Но сплоченность и взаимовыручка преданы своей работе. Год за годом остаются визитные карточки всего Росгидромета. И Приволжское управление всегда слабилось именно этими качествами. После торжественной части губернатор Дмитрий Азаров и руководитель Росгидромета Игорь Шумаков провели рабочую встречу, где обсудили экологическую обстановку в регионе. Говорили, в частности, о качестве воздуха в Куйбышевском районе. Как отметил Игорь Шумаков, сейчас тестирование проходит технологии, которые не только контролируют превышение допустимых норм, но и точно могут определить, откуда пришел загрязненный воздух. Программное обеспечение само готово, но его надо адаптировать под конкретный регион, под ту химию, которая выбрасывается, под аэрологию региона, под геологию региона. По тому же Волгарю, там никак у нас коллеги не выяснят откуда, потому что там ни одно предприятие и источник устанавливать. В общем, сложно достаточно для коллег из Росприрод, Роспотребнадзора. Конечно, мы заинтересованы в такой системе на территории региона. Также для почетных гостей провели экскурсию по лабораториям управления, где проверяют качество воздуха в области и состояние гидрологических объектов. Долго отмечать юбилей метеорологам некогда. Надо продолжать наблюдение за окружающей средой и предсказывать погоду, чтобы горожане могли строить свои планы и подбирать правильную одежду для выхода на улицу. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.